Нобелевская премия Нобелевская премия Нобелевская премия И вы эти процессы можете видеть. То есть в электромагнитном излучении для вас к вам поступает информация. А вот если мы будем использовать еще и гравитационные волны хотя бы в косвенном режиме, у нас, как сейчас удобно говорить, откроется третий глаз. Может быть даже не четвертый, а пятый. Гравитационные волны, а именно колебания пространства-времени, ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией и так называемым прорывом в Вселенную. Когда массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала общая теория относительности. И лишь сейчас ученым удалось подтвердить его экспериментально. Поскольку были гравитационные волны открыты при слиянии двух черных дыр, одна из которых имела 35 масс Солнца, другая 29, было одновременно еще и доказано, что существуют черные дыры. И причем не просто черные дыры, а массивные черные дыры. Не случайно физик Казанского университета поделился своими знаниями. Ведь в КФУ уже более 50 лет занимаются теоретическими проблемами генерации распространения гравитационных волн. Что еще раз подтверждает тот факт, что буквально недавно почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев был номинирован на Нобелевскую премию. Так что их обнаружение, несомненно, сможет слечь в основу множество новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей, это направление станет одним из важнейших инструментов изучения нашей галактики. И даже всей Вселенной отмечает специалист. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.